12 ноября еженедельное совещание руководителей ключевых подразделений города началось с награждения. Благодарственными письмами за высокое мастерство и профессионализм были награждены участники противоаварийных учений на Смоленской АЭС. Среди них заместитель главы города Александр Новиков, сотрудники ГОИЧС, а также медсанчасти номер 135. Знания и безупречные практические навыки проведения учений. После награждения участники совещания приступили к обсуждению еженедельной повестки. Формирование нового общественного совета – одна из задач городской администрации. К ее решению приступили 28 октября. Право на его движение кандидатов членов общественного совета обладают некоммерческие организации. В соответствии с положением, каждая некоммерческая организация, деятельность которой составляет не менее одного года, имеет право отодательствовать по одной кандидатуре состава общественного совета. С текстом положения об общественном совете можно ознакомиться на сайте Десногорска в разделе «Общественный совет» города Десногорска, а также по телефону администрации. Оперативная обстановка в городе стабильна. Так, по итогам прошедшей недели в отделение скорой медицинской помощи поступило 164 вызова. Круглосуточный стационар госпитализировали 100 человек. Инфекционные заболевания фиксируются на обычном уровне, а для профилактики заболеваний в осенне-зимний период продолжается вакцинация от гриппа. Инженерная инфраструктура работает в обычном режиме. Продолжение потребителей нет ни по одному ресурсу. То есть управление на квартирном доме ведется в штатном режиме. Продолжаем взаимодействовать с контролирующими и профильными органами. Городские мероприятия отмечены соревнованиями по баскетболу за кубок ЦФО. Игры пройдут в ближайшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна.